Это кому? Многодетным, да? Многодетным. Сейчас я позвоню. Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Людмила Лернер координирует работу волонтеров, участвующих в акции «Добрые соседи». Навестить несколько семей в доме 25 по проспекту Ленинского комсомола пришли представители УК ЖКХ. Наш офис расположен здесь в непосредственной близости, в шаговой доступности. Людмила Васильевна подсказала нам, кому может потребоваться наша помощь. И, соответственно, мы с сотрудниками нашли возможность и с радостью подарили там небольшие подарки. Команда коммунальщиков отправляется по первому адресу. К семье Марии Бавровой пять детей. И эти подарки, где собраны крупы и консервы, макаронные изделия и сладости, придутся очень кстати. От всей души, от чистого сердца вам и вашим детям здоровы и всего самого хорошего. Давайте поставлю куда-нибудь, а то тяжелое. Участниками акции «Добрые соседи» представители управляющих организаций стали не случайно. Они, помимо прочего, помогали развешивать объявления с контактными телефонами, на которые откликнулись свыше ста человек. Мы выступили с инициативой провести акцию «Добрые соседи». Очень много на квартирах и домах есть тех людей, которые вот в этот очень сложный год, когда у нас это замучила, это пандемия внезапная. Он сложный не только для бизнеса, но и для людей. Многие остались без работы, многих сократили. Выживать стало тяжелее. Очень радует и отрадно то, что в нашем Ленинском городском округе очень много неравнодушных людей. И когда соседи знают друг другу, это очень важно. Внесли свою лепту в акцию представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и общественной палаты Ленинского городского округа. Эти продукты для многодетной семьи Ольги Филатовой. Так много, неожиданно даже вообще совершенно. Большое спасибо, кто это организовал, приобрел. Среди прочего здесь оказались и мандарины, что сразу создало атмосферу приближающегося праздника. Продукты я покупал с учетом наступающего Нового года, потому что хотелось все-таки детям сделать приятные мандарины, шоколадки, все такое. Ну и основные продукты, подсолнечное масло, стиральный порошок и все такое, это то, что нужно именно семье. Еще один адрес в микрорайоне Эковидное. Здесь к одинокой пенсионерке Риме Петровне Раскопиной также пришел руководитель местной управляющей компании. Правда, сама пенсионерка одинокой себя не считает. К Новому году вам помощь, так как вы у нас... Спасибо большое. Одинокий пенсионер, мы очень... Спасибо, трону внимание, я не одинокий. Ну, постоянно вы ко мне вручаетесь, внимание самоуделяете, поэтому я не чувствую себя без защиты и одинокий. Действительно, визиты к тем, кому необходима помощь для сотрудников управляющей компании, не разовая акция, а постоянная работа. Мы присоединились к волонтерскому движению весной, когда началась первая волна пандемии, и был организован волонтерский штаб общественной палатой Ленинского городского округа. Я с сотрудниками активно участвовал в этой работе. Мы собирали продуктовые наборы, отвозили их. Конечно, не может не радовать тот факт, что в Ленинском городском округе немало людей, готовых в эти холодные дни поделиться теплом своего сердца. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.